Расскажи про гордыню с примерами. Благодарю. Значит, во-первых, что такое гордыня? Надо понимать, что гордыня – это самонадеянность человека и вера в то, что он может добиться всего самостоятельно без помощи Бога. То есть, по сути дела, гордыня – это оторванность от Бога. Гордыня проявляется прежде всего в осуждении самого себя, то есть нелюбви к себе, в осуждении мира, в осуждении других людей, в презрении, в позиции, когда один человек разговаривает с другим человеком свысока. Также, ну если совсем просто, то есть мир создан таким, каким он создан. Я ежедневно не перестаю удивляться, как он тут круто продуман. Тут вот все есть. Вот вообще все для каждого. И человек строит относительно вот этого вот всего, что есть, свою некую, как я люблю говорить, двухкомнатную модель мышления, которую пытается, и пытается вот этот весь мир втулить в эту двухкомнатную модель мышления, в эти две комнаты. И вот оно не получается как-то, мир не укладывается в эту модель, и человек начинает эмоционировать, соответственно. То есть надо понимать следующее, что гордыня, как и любое негативное чувство, оно имеет под собой что? Оно имеет под собой позитивное намерение. Какое позитивное намерение у гордыни? Это, конечно же, самосовершенствование, желание самому стать лучше, и желание сделать мир лучше. Вот такое позитивное намерение у гордыни. Но настолько ли оно хорошо в действии, когда мы начинаем кого-то презирать, осуждать и так далее? Сейчас, в эпоху информационной войны, мы особо рьяно начинаем осуждать других людей. При этом мы их даже, может, никогда не видели, или мы просто-напросто не знаем их. И вот это и есть капкан эмоциональный, в который все мы попадаем. Я от себя хочу сказать сейчас самые главные вещи. Вот буквально это три предложения. Это самое главное, что я за весь эфир хочу сказать. Первое. Всю программу, по которой мы живем, мы прописали себе сами до этого воплощения. Сами. Второе. Когда нас втягивают вот в эти эмоциональные капканы того или иного рода, чтобы мы поэмоционировали, мы всегда там проигрываем и только отдаем энергию. Третье. То, что каждый из нас должен прожить, как душа в теле, неизбежно мы это проживем. Как бы мы не пытались от чего-то убежать, как бы мы не пытались чего-то избежать, мы все равно проживем свои уроки. То есть, вот мы будем дальше говорить там о карме и так далее. Ну, собственно говоря, далее об этом и поговорим. Поэтому, смотрите, вы просили с примером, да? Я приведу такой пример. Значит, проявление гордыни – это также хвастовство, жалость, депрессия, ставить себя выше других людей, ну, обвинять, быть категориченным, придерживаться догм и подстраивать весь мир под эти свои догмы. Это и есть гордыня. Пример очень простой. Когда человек начинает быть недовольным этим миром, у него начинает отбираться. Поэтому есть такой дзен-буддийский куан. Звучит он так. Я его в своей книге описывал. Если у тебя есть палка, я дам тебе палку. Если у тебя нет палки, я отберу тебе палку. Ну, и часто человек не может понять, о чем же тут речь. А речь здесь, по сути дела, о благодарности. Так вот, любое недовольство этим миром – это проявление гордыни. Потому что Бог его создал таким, какой он есть. И я это тоже описывал в своей книге. Очень важно понять следующее, что основным условием пребывания на этой планете является стертая память. Все. То есть, когда мы сюда приходим, нам надо, первое, разобраться в тех правилах, которые здесь есть. И понять, что гордыня, она, опять же, для роста нашей души, для наших уроков. Это великолепный инструмент, но не лучший в решении, скажем так, установления мира и счастья в своей душе внутри. Вот и все. Какие могут быть примеры из жизни? Их очень много, на самом деле, если рассматривать клиентов, с которыми я работал. Я вам скажу так. Когда клиент действительно меняет свои убеждения, начинает относиться к миру с благодарностью и любовью, он начинает только приобретать. Потому что неизбежно все эти качества, которые я перечислил о гордыне, ведут к каким-то потерям. Как ни к одним, так к другим. Мы сегодня будем далее ниже говорить о хвастовстве и разберем эту тему. И поскольку хвастовство является также проявлением гордыни, мы это более детально рассмотрим. Ну, скажем так, как это делать правильно. Следующий вопрос.